Бархатный сезон в Абхазии вступил в свои законные права. Это удивительное время между жарким летом и прохладной осенью. Время, когда все еще тепло, но не так уж знойно. Бархатный сезон в Абхазии длится с сентября по октябрь. И в это время курортная жизнь в стране все еще продолжается. Бархатный сезон считается самым благоприятным временем для отдыха на Черном море. Несмотря на то, что на календаре осени в курортных городах Абхазии тепло и уютно. А туристы спешат насладиться комфортной погодой и все еще ласковым морем, которое в это время года по-особенному чистое и теплое. Ведь сентябрь в Абхазии можно называть плавным продолжением лета. Сезон называется бархатным именно благодаря состоянию морской воды. Купаться в море очень приятно, так как теплая вода обволакивает словно бархат. Температура воды не ниже 25 градусов. Считается, что отдых в сентябре самый полезный. И многие приезжают в Абхазию осенью, чтобы поправить здоровье. Гости, которые посещают Абхазию, в основном из России. Многие из них уже на протяжении нескольких лет в бархатный сезон проводят свой отпуск здесь. Если в сентябре сюда не приеду, это все, жизнь окончена. Очень нравится. Везде люди доброжелательные. По всякому случаю никаких у нас замечаний нет. Отдыхаю здесь уже 15-й год. Нравится здесь море, природа, воздух. Все прекрасно. Будем надеяться, что мы еще сюда приедем. Мне все очень понравилось. Люди, море, солнце. Народ прекрасный, приветливый. Я очень довольна. Для организации полноценного отдыха в обычном режиме работают все туристические объекты городов, курортов республики. Многочисленные гостиницы, летние кафе, рестораны, сувенирные лавки. По-прежнему проводятся прогулки на катамаранах и катерах. Работают разнообразные водные аттракционы. А самые смелые на парашюте могут посмотреть на побережье с высоты птичьего полета. Приехал с Московской области. Мне посоветовали ваш край отдохнуть. Сказали, очень красиво. На самом деле красиво. Побывал везде. Озеро Рица. Знаменитейший ваш ресторан, парк побывал. На других экскурсиях, на водопадах. Все очень понравилось. Почему приехали сюда? Захотелось посмотреть на дружественное государство. Как оно живет, как развивается. Вообще все здорово, все хорошо. Конечно, нужно приложить еще много-много сил, чтобы его вернуть в былую красоту и былую привлекательность. По-прежнему самыми посещаемыми местами в Абхазии остаются озеро Рица и Новый Афон. Знаменитая на весь мир Новоафонская пещера в разгар курортного сезона является одним из самых посещаемых объектов в Абхазии. Из года в год огромное количество туристов со всего мира приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть удивительное подземное карстовое царство. Впечатление такое, что лучшего я не видела в Абхазии. Первый раз. Но лучшего я не видела. Впервые были в пещерах. И, конечно, ваша пещера Новоафонская уникальная. Своими природными, так скажем, ресурсами. Поэтому всем советуем посетить Новоафонскую пещеру. Основными факторами, которые влияют на увеличение турпотока в нашей стране, все еще остаются развитие инфраструктуры, сервиса и, самое главное, доброжелательное отношение к отдыхающим, обеспечение их безопасности. Впечатления замечательные, тепло, хорошо, погода нас радует, люди очень доброжелательные, нам очень нравится. И природа шикарная. Мы только первый раз сюда остановились. Первые впечатления потрясающие. Нравится. По предварительным данным Министерства по курортам и туризму Абхазии, туристический сезон 2019 проходит лучше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом, бархатный сезон, включительно 9 месяцев, посетило нашу республику с целью отдыха. Около 200 тысяч туристов. В этом году, по предварительным данным, отдохнуло у нас в республике за по август месяц 220 тысяч туристов. Если мы говорим о наших экскурсионных объектах, то в прошлом году Новоафонскую пещеру посетило 220 тысяч, в этом году 235 тысяч человек. Рицинский национальный парк посетило в прошлом году по сентябрь месяц 311 тысяч, в этом году 312 тысяч. По нашим прогнозам, в первые дни начавшейся осени, бархатный сезон будет хорошим, так как мы получили информацию от наших отельеров, что бронь составляет около 70-80%. Впереди еще два месяца бархатного сезона. И, как говорят специалисты, подводить итоги всего курортного сезона пока рано. Но уже сейчас понятно, что в этом году туристический сезон состоялся. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.